Книга «Открытым оком», том 13, вопрос 2783, тема «Объединение». Похоже, что объединение Русской Православной Церкви за границей с Московской Патриархией все же состоится. Куда же вы тогда? В Патриархию, похоже, вам путь заказан? «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дело спасения, веренное Иисусу, Он и укажет, и пошлет в нужное время. Если бы мы даже и обдумали свое положение, то через час все может перемениться». Притча 27.1 «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Матфея 6.34 «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». «Понадеешься на кого-то, а он уже идет в другую сторону». «Серахова 6.8 «Бывает, друг, в нужное для него время, и не останется с тобой в день скорби твоей». «Серахова 29.3 «Твердо держи слово, и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя». «Проще всего было бы остаться как есть. Если даже объединение произойдет, то как на нас это повлияет? Если только в поминовении Патриарха, то я его не переставал поминать никогда, и всегда молюсь за него, за обращение его к Богу, чтобы он стал верующим, встал на путь спасения. Если нужно причащаться с ним, то мы не отрицали никогда спасительность таинств в Московской Патриархии. Если же их священники будут ходить к нам причащаться, то и это теоретически возможно. Но вот жить во лжи, жить по их самости сергианской, экуменической, на это нет мне пути». Римлянам 13.12 «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света». 2 Коринфянам 4.6 «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». 2 Коринфянам 6.14 «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение у праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» 3 Коринфянам 5.8 «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». «По полю минному неясная тропинка, проложенная знающим воронки. Вокруг останки чьи-то икрапива смерть напружинилась в заржавленном покрове. «Случайно ли нас Петр предупреждает, сам испытавший горечь поражений? Лев людоед на нас, и змеи вот-вот ужалит, готов к броску, не дали осажения. Блажен, кого микроб не одолеет, в чьем теле здравия побольше, чем болезней. Иначе черепки уже не склеить, когда варьё к нам в хижину залезет. Блажен и счастлив, чьи грехи покрыты, чья кожа эфеопа повелела. Чума минует, вирусы от гриппа, не посигнёт нагибельность от гнева. Как предузнать опасности знакомства? Не быть ощипанным, догадливым прослыть. В грехе, коль оскользнулся, не захряснуть в косность. Опасно высыпет пренебрежение сыпь. Предупреждает дух святой писанием и совестью у тех, в ком не сожжено, не быть во продоверье злыми псами, такие первые в сражении поражены. Терпение в усопших поражает. Не заступиться и не оправдаться им. Законничество в помощь ли скрижали с фанфарами, иль вход в Иерусалим? Кому, кто осторожен даже в доме, в общении с ближайшими по духу, Гарантия, что в гневе не утонут, во тьме светильник веры не потухнет. Надменности провалы перепрыгнуть, высокоумие вершины обойти. Не аленький цветочек, не золотая рыбка, к святому вкус дают и аппетит. 29 июня 2005 год, Игнатий Лапкин.